Память погибших в результате серии терактов 13 ноября 2015 года почтили в Париже. По всей Франции двухдневный траур. В столице запланированы поминальные мероприятия. Граждане с горечью вспоминают события трехлетней давности и делятся своими историями. Подробности в сюжете Александра Кулебабе. У концертного зала Батаклан на бульваре Вольтера в Париже тихо. Здесь минутой молчание вспоминают жертв терактов 13 ноября 2015 года. Многие не могут сдержать слезы. Ровно три года назад террористы устроили взрыв на стадионе Стаде Франс, расстреляли посетителей пяти парижских кафе и ресторанов, захватили заложников в концертном зале Батаклан. Погибли 130 человек, еще 350 были ранены. В память о жертвах атак в небо выпустили 130 воздушных шаров. Многим из нас не приходится вспоминать. Это и так у нас в памяти. Это скрыто внутри и достаточно наименьшего напоминания. Музыки, место и они всплывают. Огромная боль и бесконечная печаль. Единственный выживший участник нападений Цалах Абдеслам, приговорен брюссельским судом к 20 годам тюрьмы. Расследования, нападения и суды продолжаются до сих пор. Мужество – это то, чего я желаю всем во время этого изнурительного судебного марафона, который ждет нас в ближайшие месяцы и, возможно, годы. Нам нужна справедливость. Не отомстить, а выяснить правду о произошедшем и ответственных за это, чтобы мы могли рассказать об ужасах терроризма. Теракты 13 ноября стали крупнейшими по количеству жертв в истории Франции. Два года после нападений в стране действовал режим чрезвычайного положения. Ответственность за теракты взяло на себя исламское государство. Александр Кулебаба, ЮЭТВ.